МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спустя два года разрешили участвовать в Олимпиадах. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии. Елена Кузовкина, здравствуйте. Ну, наконец-то, после продолжительных морозов немного потеплело, что очень радует. Новую рабочую неделю мы начали уже не с минус 40. В регионе днем в ближайшие дни до минус 16. А вот эпидемия гриппа и ОРВИ на спад еще не пошла. Порог по заболеваемости сейчас вдвое превышен. В пяти регионах, в том числе в Алтайском крае. По словам министра здравоохранения страны Вероники Скворцовой, отступать грипп начнет не раньше, чем через две недели. Только через два месяца эпидемия уйдет полностью. На территории нашего края зарегистрировано больше 30 тысяч заболевших. На карантин закрыты 30 школ, 72 детских сада, еще сотни классов и групп в образовательных и дошкольных учреждениях. Вот в Рубцовске, кроме всего прочего, еще хотят закрыть и хлебокомбинат. Нет, не из-за карантина. По словам сотрудников, на протяжении двух лет им говорят о банкротстве предприятия. В последние месяцы объем работы компаний сократился, а людям советуют искать другие варианты трудоустройства. И хотя специальная комиссия, в которую вошли в том числе специалисты краевого пищевого управления, после проверки хлебокомбината заверили, что закрывать его не будут, сотрудники все равно переживают за свою работу. Жители Рубцовска устроили митинг против закрытия других организаций города. В кризисном положении находится мясокомбинат, водоканал и автотранспортное предприятие. Выразить протест вышло 250 человек. Если сотрудники говорят, что начальство говорит, что нужно сокращать, как вы думаете, что была давка на людей, что вот с ними, допустим, 8 человек работает, грубо говоря, а говорит, а надо, чтобы 6 работало. Вот двоих людей, говорит, не надо куда-то деть. Это слова работников. Официальных заявлений от руководства комбината еще не было. Участники митинга приняли резолюцию, в которой обратились к правительству края и администрацию Рубцовска с призывом оказать поддержку и не допустить закрытия крупных предприятий города. В любой момент все может завершиться трагедией. Это я уже про другую тему. В здании, где сейчас занимаются сотни воспитанников футбольной школы «Динамо», начались серьезные разрушения. С фасада на головы мальчишек летят кирпичи, а в раздевалках удушливый запах плесени. При этом процесс тренировок не останавливается ни на минуту. Сегодня пройти по всем этажам рискнул новый министр спорта края Алексей Перфилев. Вместе с ним и наша съемочная группа. А это что, дерево? Это окно или что? Чтобы не дуло оно или что? Для того, чтобы оказаться в прошлом, необязательно создавать машину времени. В этом лично убедился министр спорта региона Алексей Перфилев. Всего-то нужно было прийти на базу детской спортивной школы «Динамо». Именно так сейчас называется сооружение «Трансмаш». Здесь время словно остановилось. Ну я пацаном тут как бы вот так было. Просто пол другим цветом, по-моему. Мы тут как бы и в футбол играли. Никому ничего, наверное, не надо было. Никто не был заинтересован. Когда-то маленький Алексей, у которого здесь проходили занятия по футболу, спрятал под плинтус в раздевалке еще советскую монетку «Шутки ради». Теперь уже чиновник Алексей Анатольевич вспоминает тот случай. Говорит, похоже, эта монетка до сих пор хранится все в том же месте. Стоит только поискать. Именно эта история как нельзя лучше отражает состояние здания. В чем как бы сложность-то? Финансирование, что нет финансирования. Мы же не можем бюджетные тратить. У нас уже сразу не бюджетные только. Но не бюджетные сейчас очень сложно. Чтобы тут капитальный ремонт нужен. Прошел по всем этажам, заглянул буквально в каждый уголок. Список проблем приличный, рассказывают руководители команды и детской школы. Крыша протекает, отсюда грибок и плесень. Покрытие зала почти сгнило, травмоопасно. Разрушается фундамент, от стен отлетают кирпичи. Это лишь малая часть одного большого и когда-то целого. Абсолютно шкатурка, потому что из года в год мазали, красили. А она весной пришла, отлетела. И как раз родители здесь сидят и обваливаются. Хорошо на детей никого не упало. Здание, краевая собственность, футбольный клуб вместе с детской школой здесь арендуют площадь почти 20 лет. Все это время обходились своими силами. Покрытие в зале, например, поменял один из родителей за свой счет. Владелец в ремонт, рассказывают, не вложил ни копейки. Вот эта подпорка, на которой держится половина здания, словно характеризует состояние алтайского футбола. Вроде бы есть, вроде бы и работает, но в любой момент все может обрушиться. Так сказали и мастера, которые обследовали здание и сказали, что проще снести, чем реконструировать. Речь идет вот об этой пристройке. В этом году у нее юбилей 55 лет. Снести нельзя ставить. Результат экспертизы, которую клуб провел совсем недавно. Из других рекомендаций программа минимум. Срочно ремонтировать кровлю и фасад. Максимум снести все здание и построить новое. Оба варианта требуют денег. Оба, скорее всего, на долгие годы. Давайте мы возьмем сейчас какую-то паузу, потому что я не ожидал, если честно, такого масштаба бедствия. Потому что проще всего, наверное, сказать, как бы нет, ничего не надо делать. Будем ждать, пока что-то построится. Поэтому первая тема, как мы и договорились, это проект, экспертиза. Начинаем. Здесь надо посмотреть, не знаю, и спокойненько посмотреть сейчас. Если есть какая-то возможность продолжить, как вариант. Если есть возможность перенести куда-то занятие, тоже посмотрим. Детей в случае угрозы обрушения готовы будут перераспределить по другим залам. Правда, здесь вновь встанет вопрос финансов, которых, как известно, мало. Зато есть своя собственная машина времени, которую даже министра спорта может отправить в глубокое советское детство. Осталось только найти монетку. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости. Алтайские паралимпийцы сейчас думают не о прошлом, а уже о будущем. Они вновь смогут выступать под своим флагом и в случае победы слышать российский гимн. Более двух лет они были лишены этой возможности. Напомним, сборную России в 2016 году не допустили на летние паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро. 16 алтайских спортсменов, среди которых пловцы, пауэрлифтеры и легкоатлеты, оказались недопущенными на соревнования. По заявлению антидопинговой комиссии, российские спортсмены были замечены в употреблении допинга. Естественно, не всем, но отстранили целую сборную. Тогда лишь немногие смогли попасть на зимнюю паралимпиаду в Южной Корее и то лишь в нейтральном статусе. В ближайший месяц Международный паралимпийский комитет должен выдвинуть дополнительные требования к нашей сборной. Уже известно, что на протяжении трех с половиной лет российские паралимпийцы будут тестироваться чаще, чем другие спортсмены. Но алтайских паралимпийцев это совершенно не пугает. Некоторые из них уже начали подготовку к паралимпийским играм в Пекине, которые пройдут в 2020 году. Для наших спортсменов эта новость действительно долгожданная. Мы помним, как они тогда переживали. Но, как говорится, все, что не делается к лучшему. В правительстве региона тоже произошли некоторые изменения. Стало известно, кто займет пост заместителя губернатора Виктора Томенко. Этим человеком станет Денис Губин, он из Москвы. Ранее работал в энергетической компании в сфере взаимодействия с регионами. Еще ранее курировал внутреннюю политику регионов Сибири в администрации президента. Также и Денис Губин руководил несколькими телекомпаниями в Москве. И был замдиректора по обращению с радиоактивными отходами Росатома. Сейчас будущий вице-премьер будет управлять сразу тремя ведомствами. Краевым министерством культуры и спорта, управлением по печати молодежной политики, а также департаментом по внутренней и по информационной политике региона. Последним временно заведовал зампред правительства Виталий Снесарь. Продолжаем выпуск. С нового года в Алтайском крае, как и в других регионах России, стартовал национальный проект «Демография». Чтобы мотивировать семьи на рождение детей, правительство страны планирует направлять около 600 миллиардов в год. Наша съемочная группа встретилась с многодетной семьей Алексеевых из Первомайского района, которых не пугают никакие трудности. В доме Алексеевых никогда еще не было столько гостей. Внимание, СМИ приковано к многодетной семье, в которой шесть детей. Не каждый ведь решится на такой родительский подвиг. Старшему 16, младшему месяц. Когда была маленькая, мечтала, что у меня будет или тройня, или двойня. Но что-то такая совсем большая семья нет. Планируете еще одного ребенка? Пока нет. Нет. Думаю, пока остановиться. Папа работает за двоих. В семье говорят, на жизнь хватает. Дом взяли с помощью материнского капитала. Анастасия получает пособие около 20 тысяч в месяц. В Краевом министерстве соцзащиты поясняют, с принятием проекта ни в этой, ни в других семьях принципиально ничего не изменится. Просто теперь все выплаты на детей производятся в рамках нацпроекта «Демография». Всего же по краю в этом году на поддержку многодетных семей направят около 5 миллиардов рублей. При рождении первого ребенка, второго, третьего, выплаты многодетным семьям, льготная ипотека, выплаты семьям, где родителям являются студенты, все возможные меры социальной поддержки. В рамках национального проекта семьям помогут развивать личное подсобное хозяйство, лучшие жилищные условия. Все эти меры, надеются разработчики, приведут к тому, что к 2024 году в каждой семье будет воспитываться как минимум два ребенка. Алексеевы уверены, много детей совсем не страшно, ведь в большой семье растут не только расходы, но и простое человеческое счастье. Совсем уж сложного-то нет вот здесь, что это насмелится самое главное. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. Наши новости. Ничего сложного, насмелится самое главное. Вот такой, можно сказать, совет от наших многодетных родителей. А вот врачам нужно быть не только смелыми, но и профессионально грамотными, ведь им приходится бороться за жизнь, которая только-только появилась на свет. Барнаульские хирурги провели сложную операцию. В Краевом центре охраны материнства и детства двухнедельному младенцу устранили врожденный дефект – грыжу диафрагмы. Из-за нее у ребенка могло остановиться дыхание. Сделали малоинвазивную операцию диафрагмальной грыжи. Это когда все кишки находятся в привральной полости, легко сжимаются, дышать несем, сердце работает плохо. И там летальность достигает до 50% и выше. Кожный покров синий был. Вот сразу понятно, тут даже врачом не надо быть. Сразу после рождения малыша отправили в реанимацию. Все это время он был в тяжелом состоянии и почти не мог есть. Спустя две недели врачи провели операцию так называемым малоинвазивным методом. То есть через маленькие проколы вернули на место внутренности и освободили место для раскрытия легких и сердцебиения. Сегодня организм маленького Димы функционирует как положено. Малыша готовят к выписке. По словам Юрия Тена, такая операция считается одной из самых сложных и редких в детской хирургии. В год их делают не более шести. В завершении выпуска немного полезной информации для тех, кто желает сделать свой мир ярким и четким. В Барнауле открылся шестой по счету салон оптики «Спектр». Здесь качественно проведут диагностику, подберут оправу, изготовят очки, которые будут радовать вас долгие годы. Салоны оптики «Спектр» теперь есть практически в каждом районе Барнаула. Новый открылся на улице Георгиева, 44. В каждом салоне оптики «Спектр» есть медицинский кабинет, оснащенный современным оборудованием. На сегодняшний день за подбором очков и контактных линз в «Спектр» ежемесячно обращается до полутора тысяч человек. Наша миссия – подбирать очки и контактные линзы, а также изготавливать медицинские очки высокого качества для жителей Барнаула и Алтайского края. Здесь проверят зрение, как взрослым, так и детям подберут подходящую по цене оправу. Также в «Спектре» представлен широкий ассортимент солнцезащитных очков и контактных линз. А в связи с открытием в новом салоне на Георгиева, 44, весь февраль действует скидка 30%. «Спектр» – преобрази свой мир. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Если повышен холестерин, и вы ищете замену вашему обычному лекарству – «Атероклифит» – натуральное лекарство для снижения холестерина. «Атероклифит» – фитотерапия от «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность, в отдельных районах пройдет снег и, наконец, потеплело. Практически везде температура днем будет не ниже минус 12 градусов, за исключением Славгорода, где ожидается 13 мороза, и камни на обе – минус 14. В Барнауле возможен снег ночью 19 ниже 0. Температура днем – минус 12. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722 440. Очередной выпуск нашей программы уже завтра. До встречи.